Так, можете быть свободны. До свидания, Зинаида Степановна. До свидания, Владик. Бумага ко мне. Еще раз увижу телефон на уроке родителей директору. Ясно? И всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент. И сегодня мы столкнулись с такой ужасной всем знакомой проблемой. У нас в школе забрали телефоны и не разрешают вновь сидеть в них на уроках. А на уроках бывает скучно и приходится учиться, запоминать вот эти вот, грызть гранит науки. Но если что-то запрещают, это хочется делать еще чаще. Поэтому сегодня мы вам покажем 15 способов, как пронести телефон в школу. Какой у нас первый урок? Русский язык. Есть какой-то план? Есть. Берем книгу. Потом берем ножик. Кажется, я понял. Я такое в каком-то американском сериале видел. Так. Ты что, украл эту идею из запада? Нет, я просто видел когда-то давно. Кошмар. И вырезаем странички по размеру телефона. Этим способом нужно пользоваться, пока он не устарел. Потому что телефоны все больше, а книжки-то не увеличиваются. А может быть, в школах даже скоро книжек не будет, представляете? Я знаю, что в школах теперь есть электронный журнал. И все оценки сразу родителям в телефон прилетают. Я знаю кое-что еще более страшное. Это когда в школе стоят турникеты. У меня в школе такого кошмара не было. Если у вас такое есть, напишите в комментарии. Мы вам посочувствуем. Турникеты. Ты карточкой прикладываешь, и там видно по минутам, сколько ты был в школе. Так, дорезаем оставшиеся кусочки. Это нам не нужно. Оп. Отличный способ, хорош. Но я, кстати, тоже кое-что придумал. Я спрячу телефон в дневник. Это как? Сейчас обалдеешь. Берем, достаем дневничок и телефончик. Самый простой способ является самым рабочим. Берем дневник и под обложечку. Получается, идем на урок? Погнали. Ну и, короче, я ему беру и... Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, хулиганы? Еще раз увижу телефон пулей к директору. Понятно? Понятно, понятно. Нам два раза повторять не надо. Что? Да, я вижу. Понятно, понятно. Быстро в класс. Мы вообще-то к уроку подготовились. Я даже это, словарь взял. О, толковый. Э, платье. А домашка была? Вообще-то да. Что ты орешь? Нормально же это просил. Да, я ему сейчас. На тебя тоже капнуло? Да. Сы, я в ТикТоке видел. Мангал. Э, что это вы там делаете? Чего? В телефоне сидите, что ли? Нет, ты что, не видишь? Маршмеллоу жарю. На углях. А, ну ладно. Мое уважение. Итак, кто сделал домашнее задание? Кто пойдет к доске? Я, 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 я. Можно я? Ну иди, Владик, иди, конечно. Написал. Так, это что такое? Это мне мама звонит. Можно, пожалуйста, выйду, поговорю? Ну, мама это святое. Выйди. Спасибо. Алло, мам, чего звонишь? Я же на уроке. Снова способ прокатил. Если случайно открыл игру, и там заиграла мелодия, просто говори, что тебе позвонила мама, и просишь выйти. Прокатило. Ладно, теперь возвращаюсь в класс. Так, бумага. Поговорил с мамой? Да, поговорил, спасибо. А тебе мама куда звонила? На телефон. А какое у нас правило? Никаких телефонов. До конца урока сдать. Безвучный надо ставить. Владос, ну куда еще можно телефон засунуть? Ну, можно как-то в прическу его засунуть, или в ботинок, в шоколадку, например. Стой. Я на полдень к себе шоколадку взял. А что, давай попробуем, вдруг подойдет. Так. Идеальный чехол. И вообще беспалевный. Хорошо, что у нас в столовке один и тот же шоколад продают. Ты тоже взял? Да. Так, молочный звонит Горикому, прием. Сигнал принял. Погнали на урок. Погнали. И что? И он мне говорит. Эй, молния. Да, на болтусы. Ну-ка, рюкзаки сюда мне. Вау. Быстренько ставим, проверяем. Не имеете права. Поговори мне еще тут. Понял. Подержите. Что у нас тут? Так, телефонов нет, хорошо. А что это у тебя там за спиной? Да ничего. Так, ну-ка показывай. Ой, мальчики, это мне, да? Да, это вам. Ой, ну, ну не стоило. Ну очень приятно. Проходите, проходите, садитесь. Ой, моя любимая. Так, открываем. Крыса. Да, я крыса. И что? Зато с телефоном. Я тебя сейчас по кубкам в Brawl Stars себе обгоню. Шансов точка нет. Моя любимая вкусика шоколадочка. Как я тебя люблю. Я, конечно, от него такого не ожидал. Ну ладно, хоть с вами пообщаюсь. Хотел все время спросить, в какой букве вы учитесь? Ну там, седьмой А, седьмой Б, седьмой В. Я, например, всегда учился в букве А. А вы в какой? Напишите в комменты. И напишите цифру. Тогда я посмотрю, кто меня смотрит. А еще передаю привет всем, кто учится в четвертом А-классе. Здорово. У нас сейчас большая перемена, и Глент отошел в столовку. И у меня как раз есть время с вами поговорить. Вы, наверное, знаете, что постоянство это признак профессионализма. И именно поэтому я так часто выкладываю ролики на канал. И разработчики Free Fire, походу, тоже в этом что-то шарят. Потому что еще одно крутое обновление уже в игре. И в этот раз совместно с аниме Атака Титанов. И не зря, потому что нас ждут новые скины. А именно, костюм разведывательного отряда и даже обличие Титана. А еще вот такие классные скины на оружие. Думаю, что все фанаты этого аниме уже приложили руку к сердцу. Выглядит очень круто. Но я точно знаю, разработчики не подведут. Если на твоем смартфоне еще нет Free Fire, то ссылка в описании оставлена именно для тебя. Скачивай и вступай в битву между людьми и титанами. Но и это еще не все. В игре будет новый эпичный режим, о котором вы уже узнаете сегодня в игре. Так, Владос, давай собирайся, быстро оделся. У меня есть новый способ, как провести телефон в наш класс. У нас же сейчас география, проходим народы мира. Так вот, ты Цезарь, а я твой доблестный воин. Понял. Так, подожди, а телефон-то куда засунем? Да-да, алло, алло. А, так кому я тогда вот сюда засуню? Так я так и хотел. Давай, по-быстрому переодевайся, погнали. Я ему говорю, голову с плеч. Так, и кто это тут к нам пришел? Я Великий Цезарь. Салат, что ли? О, Клеопатра в хорошем настроении. Красавцы, куда идем? Казнить врага нашего Владика. Так, Владик мой подданный, Владика не трогать, проходим в класс. Вот видишь, прокатило, как говорится, пришел, увидел, победил. Ничего себе у вас сандалики модные. А где такие покупали? Я вот тоже себе хочу. Отвернись, предатель! Ну вообще можешь свои лет 30 поносить такими же стажами. Обожаю босоножки, быстрее бы лето. Вступай в лобби. Кто на свете всех милее, всех умнее и быстрее? Человек, который нажимает на кнопку подписаться. Вообще, что ты делаешь? Как что? Испытываю мою новую разработку. А, так это телефон. Нет, это зеркало. Мне тоже такое нужно сделать. И мы спокойно пройдем в класс. Конечно, просто сидишь, смотришь такой. Интересно, а как я выгляжу, если вот так сделать? Все, я тоже буду делать зеркало и погнали в класс. Так, стоять. Служба телефонного контроля. Так закрывать свою службу, никаких у нас телефонов нету. Конечно. Где спрятали? В рюкзаке? Может, потайной карман есть? Никаких потайных карманов. В кроссовках. Честно, нету. А это что? А это у нас умное зеркальце. Заказали из Китая. Всех красивыми делают. Ага. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Ммм, действительно, красотка прям помолодела лет на 30. Ну ладно. Подняли мне настроение, проходите. Быстрееей! Какой нос! А смотри, у меня. Вместо одного рта сразу три. А смотри, какие у тебя большие уши. Так. А что это мы тут делаем? В телефон играем, что ли? Нет. Вот, у нас зеркало. Умное зеркало, которое показывает твою настоящую красоту. А ну покажи. Ну, держи. Что там такое? Не смешно, Глент. А что смешного? Я он красивый. Ну что, переворачивай. Ой, какой красивый. Давай я тебе сейчас инвайт кину. Ты, может, будешь о способах думать, а не в календарь играть? Во-первых, не кричи, а во-вторых, это не календарь, а телефончик. Я его сейчас вот так вот закрываю и спокойно прохожу на урок. Ты, получается, играешь в календарь, а я буду играть в калькулятор. Цифры, косинусы, синусы, тангенсы. Офигенная идея. Погнали на урок? Погнали. Вчера полночь у А4 смотрел. Да, а болтусы на математику с калькулятором. Да не, это не калькулятор. А то я не вижу. Да реально, смотрите, это просто приложение такое. Так это еще и телефон. Пошел вон! Глент на место. Венеда Степановна, какое у нас сегодня число? Голову включи, число он не помнит. Я понял, самое последнее. Как это мы сразу не додумались? Это элементарно. Берем пластилин, вот так вот укладываем на телефон, а потом назад в коробочку. У меня тоже есть один способ. Телефон, суперклей, карандаши. Вот так вот наливаем. И выкладываем карандашики. А у меня уже все готово. Маскировка. Я готов. Та-дам! Карандаши. А если нужно? Та-дам! Телефон. Мы готовы. Погнали. Здрасте, здрасте, здрасте. Ну что, балбесы, замучились телефоны проносить? Подсказать пару способов? Ну было бы неплохо, давайте. Хорошо, в калькуляторе? Было уже. В календаре? Было. Подождите, что значит было? Было бы неплохо это сделать. Но мы честные ученики, поэтому на уроки ходим без телефонов. Совсем без телефонов? Совсем. Мы же учиться пришли. Ну тогда проходите, садитесь. У нас изо. Какой бы карандашик выбрать? Какой бы карандашик выбрать? Выберу все сразу. Пластилиновый значок игры. Так, какой мой цвет любимый? Дюбки такие наточенные. Так, Глент, а что это такое? Это что, телефон? Нет, это я из пластилина слепил. Я же тут занимаюсь. Здорово, Монос! Напугал. Как тебе мой холтер? А я думал, ты железный человек. У тебя какой-то ядерный реактор на груди. На самом деле, это телефончик. Ааа, вот ты голова! Придем к училке и скажем, что проходим медицинское обследование. Крутяк! Слушай, а мне где такое взять? Я тоже хочу телефон на урок. Сейчас все организую. Две таблеточки на завтрак, две таблеточки на ужин. Ааа, какие люди. А что это с вами такое? Вот, смотрите, мы с Глентом сейчас проходим медицинское обследование. Носим холтеры, проводки, красненькие, желтенькие. Собираем информацию о здоровье. Ай-яй-яй, такие молодые уже, такие болезненные. Да, голова постоянно болит. Угу. Наверное, от уроков. Домашки много просто. Ой, так может вам меньше задавать? Ну, было бы неплохо. Я уже чувствую, как выздоравливаю. Да, ребята, знаю. Сама когда-то болела. Да вы что? Как болезнь называется? Когда в школе училась, воспаление хитрости называется. Ну-ка, поснимали свои эти побрякушки и марш на места. Сейчас я вас тут вылечу быстро. Так это же здоровье. Ну-ка быстро сняли свои проводочки. Пить на места. Тебя тоже сейчас мы вылечим. Понял, виноваты. А болтусы. Вот другое дело. А Владик молодец. Ну это ведь я не со зла. Я же их дисциплине учу. Они ведь все ребята хорошие. И Глентик, и Бумага, и Владик Лапочка. Ребята, я же понимаю, что они стараются ради вас. Ради своих подписчиков. Так и вы сделайте им что-нибудь приятное. Например, подпишитесь на канал. Это я вам как учитель говорю. А учителя что? Нужно слушать. Ведь те, кто слушает учителя, получают хорошие оценки. Поэтому быстренько подписались на канал и смотрим видео. А я побежала к уроку готовиться. Блин, вот этот Владик, она его никогда не ругает. Он самый хороший, самый любимый. Она его даже не проверяет никогда. А что если телефон сам зайдет в класс? Это как? Для этого нам нужен Владик. Пойдем. А чем это ты, Владик, занимаешься? На урок спешишь? Конечно спешу. И вам тоже советую. Поторопись. Давай, давай, давай. Иди, иди. Я думал, он не приклеится. Ну что, надеюсь все прокатит. Быстрее, быстрее, опаздываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ученики к осмотру готовы. Угу. Так. Ну-ка. Повернись. Понял. Так, покажи рюкзак. Вот, красивый. Ну ладно, ладно. Ничего с тобой не брали, никаких телефонов. Пришли учиться. Посмотрим, посмотрим. Тихо. Владик, Владик, сядь прямо, не горбись. Не горбись, толстый, я сказал. Сам ты толстый. Я сейчас училке расскажу, что ты обзываешься. А я училке сейчас расскажу, что ты телефон в класс пронес. Неправда, что ты врешь? Зинаида Степановна, а Владик телефон в класс пронес. Что? Не может быть. Где? На спине, на спине. Вот, смотрите. Владик, а я так тебе доверяла. Давай дневнику. Это все они. Что не знаю? Ты сказали. Я телефон не трогаю. Сказали же, просто прямо сиди. О, Глент, обалдеть. Ты что, домашку по труду сделал? Не, я с дерева снял, прямо с птицей внутри. Смотри. Да я тебе не верю. Ты думаешь, что? Я такой же наивный, как Владик? Нет. Что ты уже придумал? Смотри. На самом деле здесь телефон. А на телефоне включено видео с кукушкой. И так пронесу. Давай, сюда свой засовывай. Все, можем идти на урок. Погнали. Я такое бревно в первый раз видел. Так, а что это за мастера к нам пожаловали? Делали домашку по труду вдвоем. Скворечник. Что вы говорите? Да, даже птичка внутри есть. Прямо настоящая птица? Да. Ну ничего себе. А телефоны есть? Нет. Оттопырили карманы? Нету? Что нету? Исправляетесь. Проходите, проходите. А Владик все равно молодец. Так. Да мой достань. Владик, что ты на эту ложку зыришь? Ложку купил, а покушать не взял? Это я с мамой вообще-то дома сделал. Глент, бери костюм, надевай и погнали на урок. Это что за маскарад? Это костюм и он сработает. Он отвлечет училку от сути и мы спокойно пронесем телефон. Давай, 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 прокатим. А куда телефон денем? Да куда угодно. Ты посмотри, какой костюм классный. А она, когда его увидит, вообще ни о чем думать не сможет. Давай, 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 давай. А мы пчелы. На все готовы. Это что за маскарад? Ну у нас же биология, вот мы решили приодеться. Так, отличники, меня сейчас не проведешь. Куда телефоны спрятали? Эээ, тихо, тихо, тихо. Мы же ужалить можем, мы же пчелы. Не подходите. А я могу карандаш на ручку в журнале заменить. О, понял. Извините, извините. Аргумент? Аргумент. Телефонов точно нет? Нет, нет. Ладно, полетели на свои места. Я же говорил, идея просто пушка. О, ты просто-просто пушка, малышка-пизделушка. Да, Владик, музыкальный вкус у тебя фиговый. Шип. Моя любимая песня, вообще-то. Нормальный у меня вкус. По себе заметно. О, смотри, что притащил. О, и зачем тебе аквариум? Это не аквариум, это наш следующий способ. В смысле? Пакетик. Угу. И телефон. Я все равно пока ничего не понимаю. Смотри. Так, так. Рыбка, подвинься. И на дно. Все, не видать. Так, теперь я свой. Как рыбку зовут? Мы ее еще никак не назвали. Подписчики, может, у вас есть рыбка? Напишите в комментах ее имя. Я вообще не представляю, какие имена дают рыбам. Готово, погнали на урок. Ой, а что это? Золотая рыбка. И что вы ее принесли? Думали, она вам с оценкой поможет? Да. Да, что нет, она желание исполняет. Волшебное. Да вы что? Да. И мое исполняет. Ну да. Если попросите. Хочу дом в Испании. Вы что-нибудь попроще можете загадать? Ну ладно, ну. Ну хочу быть молодой и красивой, как сейчас. Она же не всесильная. Что-нибудь попроще. Еще, еще проще. Так, Глент, не умничай мне. А что это там такое на дне? Ты извините, мы думали, вы не заметите. Ну как не заметить? Камушки такие красивые. А, да, точно. Красивые, да, очень. Ну мы пойдем? Ну ладно, проплывайте. Спасибо. Что пялишь? Правда желание исполняет? Да, правда. Смотри, рыбка, хочу новый телефон. О, лежит, смотрите. Та-дэ, телефон. Обалдеть, а можно я попробую? Попробуй. Давай. Тихо, тихо. Хочу новый транспортир. Ищи, ищи. Эй, не так глубоко копай. Ничего нету. Видимо, рыбка не любит шестерок. Может, ты тоже новый телефон загадаешь? Да, было бы неплохо. О, реально исполнило. Так, давай, думай, думай. Ладос, переодевайся, я все придумал. Найс, прическа. Спасибо. Значит так, я королева Екатерина, а ты мой подданный, слуга. Переодевайся. Так, слушай, это все весело, а телефоны куда денем? Вот сюда. Повинуюсь. Встречайте, королева Екатерина, аплодисменты. Так, вы, наверное, заблудились, у нас родительское собрание будет в среду. Какое родительское собрание? Это мы, Влад и Глент. Здрасте. Вы что, раздевалку девочек ограбили? Да что вы такое говорите? У нас же сейчас урок истории. И домашка была про Екатерину Великую. Вот мы и подготовились. Ага, а телефонов нет? Нет. Знаю я вас, юбку подними. Так. Что там у тебя, спортивные штаны? Ну? Что физкультура следующая? Да. Ладно, проходите. Так, фух, присаживайтесь. О, ты что, тут новенькая? А ну-ка сиди ровно. Какие-то ненормальные. Привет! Ого, вы кто? Толстой? Да это я по животу вижу. Я Лев Николаевич Толстой, великий писатель. А, так это вы написали 4 тома войны и мира, а покороче нельзя было. Или картинки хотя бы добавили. А нам, школьникам, читай. Глент, ты что, дурак? Это же я, Влад А4. Да я знаю, я тебе решил подыграть. Так, хорошо, умник. А телефон-то ты куда спрячешь? Под бороду? Именно туда и спрячу. Серьезно? Короче, переодевайся в писаря моего. Он тут умыслие записывает. И идем в класс. Ладно. Красавица-девица сидела возле дуба. Записывай, записывай. Это что за неопрятный вид? Бумага. Какой бумага? Я Лев Николаевич Толстой, а это мой писарь. Записывает за мной. Кстати, хотите, про вас книгу напишу? Ну, ну давай, попробуй. У меня уже есть даже начало. Писарь, а ну-ка, прочитай. Она стояла у входа в класс и озаряла всех своим лучезарным оскалом. Пока в один миг не пришли великие и гениальные ученики Влад Бумага и Глент. А хотите, я вам расскажу концовку этой истории? Великие русские писатели Глент и Бумага получили по двойке и весело ушли из класса. Да за что? Мы же прилежные ученики. Готовимся дополнительно, костюмы, стихи пишем. Угу, я вижу, бороду цепляем и телефоны в бороду прячем. Это же догадаться надо было, а? Пошли вон! Так и запишу. В конце она сказала, пошли вон. А, а ты что? А она что? О, Клентик, ты что делаешь? Ты что, головой ударился? Это ты, что ли, головой ударился? Что ты сам с собой разговариваешь? Да нет, у меня здесь телефон. Все, все, пока, перезвоню. Походу, гений и мысль это одинаково. Я тоже типа ударился головой и засунул телефон в лед. Что думаешь, прокатится? 100%. Погнали. Тяжелые денечки. О, добегались. Что уже случилось? Ну я бежал по коридору, а там старшеклассник, и я в него врезался. А мне просто на физре баскетбольным мячом в башку попали. Я вам всегда говорила, ваша беготня забра не доведет. Садитесь. Блин, телефон подмерз, не врубается. Сломался походу. Его надо в рис положить, чтобы влага ушла. Нету риса, зато есть спина ботана. А ты что? Телефон, телефон в руке. Неправда, это не мое. Заберите. Так, Владик, второе замечание. В дневник. Ну за что? С днем рождения! С днем рождения! Надевай колпак. Спасибо, но у меня в июле. А ты что, балбес? Нет. Посмотри на торт. Ты что, не видишь, что это напоминает твой же телефон? Берем и доходим в класс. Выглядит как настоящий. Ну что, вы погнали пробовать? Так, быстрее, быстрее. Здравствуйте! Ой! А у Глента сегодня день рождения. А я только хотела спросить, у кого праздник. Ну молодцы! Позаботились про одноклассников. Наверное, и учительнице кусочек достанется. Да, достанется. Мы же планировали. Выбирайте тогда кусочек. Так, ну тогда... Этого. Берите. Это ваш. Ваш, да. Ой, спасибо, мальчики. Ну проходите, проходите. И про учительницу подумай. Так мне вот этот мобильник. А мне вот этот. А у кого это день рождения сегодня? Не у тебя, у Глента. Может, тортиком поделитесь? О! Ну я тогда учительнице расскажу, что вы телефон в класс пронесли. Да ладно, 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 бери тортик. Эй, подожди, а ты руки мыл? Кусай давай. Зинаида Степановна! Это что вы такое устроили, а? Это что за бардак? Это все Владик. У Владика вон очки в торте быстро достали. Да он и сам справится. Они мне очки сломали! Я в туалет. Можно? Можно. И я тоже. Ну что, ребята, пронос телефона в школу немножко вышел из-под контроля. Но самое главное, чтобы вам было весело. Ну а если это было так, обязательно ставьте лайк. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба. О, ОВА! 0